Продолжение следует... 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 Кажись, твой. Проверим. Э, твой, что мой! Ну, что я говорил? Фух, слава богу. О, я так и знал. А в Москве бы давно обчистили. Хочешь щиток? На радостных. Николай Петрович, а ежели я вагон умыкну, как думаешь, и долг продержусь? Решил на Зайцах капиталец сколотить? Ну? А ты рисковый парень, Леха. Правда, за это по головке не погладят. А маршрутные листы, без них ревизоры тебя свинтят. Вот такие? Ух ты! А где все? А ну, у начальника на столе. Ну, ты, блин, даешь! Ну, о чем мне терять-то нечего? Николай Петрович, а давайте прямо сейчас номера поменяем. Я бы со своим вагоном бы с вами в Москву рванул. А на хрена тебе это развалено? Он же капитального ремонта требует. Ваня, бери уши с вы. Нет. Я к этому привык. Теперь с цепщику бутылку поставим и все дела. Моё путешествие продолжалось, можно сказать, не выходя из дома. Отдыхаем. Ээээ, доброе утро. Здрасте. Документики давай. Сейчас. Вот. Угу. Паспорт-то имеется? Имеется, каждый день имеется. Что-то я тебя такого раньше не встречал. В какой бригаде ты работал, а? Так я новенький. Еще никого не знаю. Что, бригадира тоже своего? Не знаешь, да? Я же говорю о новеньких. Меня на прицепной сразу посадили. Ладно. В Москву приедем. Зайдешь ко мне в отделение. Эээ, подожди, а паспорт? А у меня целей будет. Отдыхай. Вот тут я понял, что настало время выбирать другой маршрут. Ну, будь. Ну, что ты собираешься теперь делать? Не знаю. Слушайте. А у вас справочник есть? Какой справочник? А с приписными номерами для каждой станции. Драпать собираешься? В тюрьму не хочется. Ведь получается же хищение госимущества. А я тебя предупреждал. За это поголовки не погладят. На. Дарю. Только че. Я тут ни при чем. Ну, что, все в порядке? Полный порядок. Не пуха тебе, Леха! До свидания, Николай Петрович! Прощайте! Спасибо за все! Спасибо! В министерстве путей сообщения царил такой бардак, что про мой вагон вскоре забыли. Добрый год. Продолжение следует... Моя судьба стала судьбой у странника. Я объездил почти всю страну. Был на Кавказе, в Сибири, на Дальнем Востоке, в Ставрополье, в Мурманске. Всех областей и городов ни перечесть и ни упомнить. Дальнем Востоке Дальнем Востоке Дальнем Востоке Дальнем Востоке Дальнем Востоке На много лет вагон стал моим настоящим домом. В нем было много гостей, но рано или поздно все они сходили, каждый на своей станции. Я уже стал забывать, что когда-то у меня была оседлая жизнь. В своем вагоне я чувствовал себя как Робинзон на острове. Дальнем Востоке И не было у меня ни друга, ни женщины, никого, кто мог бы разделить со мной это затянувшееся странствие. Дальнем Востоке Дальнем Востоке Здрасте Дворец Шихерезады На колесах Слышишь, угольку не подкинешь, дружок? Петрович 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 Ну ты что, не узнаешь меня? Кто у тебя Снегурочку изображал, а? Леха Извини, дружок Столько народу прошло Не узнал Богатым будешь А может, завтречу Чудок Давай, можно Садись У меня появилось предчувствие, что круг моих странствий стал сужаться И тут случилось событие, ради которого я решил рассказать вам эту историю Здравствуйте, будьте добры, билет на 117-й поезд, у меня бронь Милочка, вся бронь продана, вы опоздали, мест нет А когда в следующем? Все, касса не работает У меня есть билет, купе, 16-й вагон Я возьму 400-я Ну как же вам не стоит, он же половины того не стоит Не хотите, как хотите Кому билет, 117-й поезд, купе, я возьму Я была первой, извините, пожалуйста Почитайте Счастливого пути Счастливого пути Это 16-й вагон Здесь 16-го нету Ну как это нет, я же купила билет Я же вам говорю, девушка, здесь нет Ну возьмите, пожалуйста, билет, мне нужно ехать Билетов не продают, мы пассажиров не берем Я совершенно не могу здесь остаться, понимаете, меня ждут в Москве У меня обязателен, нужно приехать туда именно завтра Ну что вы делаете, держите же билет Ну как же вы можете Ну как же вы можете Прыгайте Что вы наделали, я не могу остаться Это прицепной вагон, понимаете, берем пассажиров Ну что же вы такое надели, ну как вы можете так себя вести Да кто вам право такое дал выкидывать чужие вещи, как вам устыдно О чем вы думали, когда на поезд лезли, я же вам сказал, пассажиров не берем Как это не берем, у меня же билет, между прочим, был, который вы выбросили В Москву, куда же еще я могу ехать? Здрасте, до свидания, Москва в другую сторону Как это в другую? Почему в другую? Ну вот так и может произойти только со мной Это было, как гром среди ясного неба Я смотрел на нее и не верил своим глазам Не чудеса Вот так и если я не сказал Вот так и сегодня Кто-нибудь Я and I А Все Как говорится, был неправ. У вас же билет не на тот поезд. Я же вам говорил. Вагон-то, видите, пустой. А почему? Потому что вагон-то прицепной. На него билетов не продают. Но вас же не остановишь. Вы не беспокойтесь. Вы со мной проедете до следующей станции. А потом пересядете. А когда следующая? Я этого не знаю. А кто знает? Начальник поезда. Только не беспокойтесь. Я сам позову начальника поезда. Сделайте одолжение. Да. Не было ничего странного в том, что она не вспомнила моего лица. Разве запоминают лица продавцов, парикмахеров, дворников, шоферов такси? Наши встречи ограничивались секундами. Я не помню, чтобы она надолго задерживала на мне взгляд. Вера приезжала на электричке заниматься с дочкой моего хозяина игрой на фортепиано. Она сразу поразила меня каким-то спокойным и просветленным достоинством, которое не покидало ее, что бы она ни делала. Мой хозяин, Валерий Семенович, стал проявлять к Вере определенный интерес. Дядя Леша, пойдем пинг-понг поиграем. Настя, я же работаю. Меня Вера Анатольевна опять похвалила. Ну, я никогда не сомневался, что ты молодец. Я приношу свои извинения, Вера Анатольевна. Будем считать это недоразумением. А, значит, как обычно, да? В следующий раз приводите Настю ко мне в школу. Сюда я ездить больше не могу. Далеко очень. Отвезешь, куда скажет. Извините, а можно его выключить? Очень хочется тишины. Спасибо. Я думал, что больше не увижу ее. Мне казалось, что после случившегося Валерий Семенович ее уволит. Возможно, так бы и произошло, но Настя заявила, что ни с кем другим заниматься не будет. Я стал возить ее к Вере в музыкальную школу. Три раза в неделю у меня было свидание. Я полюбил ее с первого взгляда. А она об этом даже не догадывалась. Так сильно не нажимай. Еще раз. Вторая часть. Больше легата. Хорошо, поработаю над левой педалью. На сегодня все. До свидания, Вера Анатольевна. До свидания, Настя. Привет. Привет. Подожди в машине меня, хорошо? Угу. Это вам. Передайте, пожалуйста, Валерию Семеновичу, что не стал беспокоиться. У его Настя хорошие данные, но ей необходимо много заниматься. Всего хорошего. Николай Петрович, Николай Петрович, проснитесь. Что? Когда Московский пройдет. Так уже прошу. А следующий? Надо посмотреть. А в чем дело? Да ко мне пассажирка села. Ей в Москву надо. Есть еще поезд на Москву. Завтра утром остановка. Пусть и выходит на ней. Сток подождет, там и пересядет. Черт. Так что такое? Так она-то начальнику поезда собралась идти. Тогда мне вообще крышка. Никак, Петрович. Понял, понял. Я дурак. Открыто. Вот, начальник поезда. Здравствуйте. 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 Документики, пожалуйста. Хорошо. А где билетик? А вот билета у меня нет. Его ваш проводник на ветер выбросил. Не понял. Так я же не выбрасывал. Он сам улетел. Не врите. Не волнуйтесь, гражданочка. Мы этого проводника накажем. По всей строгости. Вы только напишите заявление. Все как было, а мы разберемся. Да нет, наказывать его не нужно. Я заявление никакого тоже не буду писать. Я хотела спросить. Я хотела спросить у вас, как скоро я могу быть дома. Сегодня у нас тридцатая. Да. А завтра, стало быть, вы садитесь в московский поезд и первого будете дома. А раньше никак нельзя? Раньше, к сожалению, никак. Так что же мне, Новый год здесь встречать? Ну, все лучше, чем на улице. Вы, конечно, правы. Всего вам доброго. А она ничего. Спасибо, Николай Петрович. Выручил. Ну, что ж я, не мужик, что ли? Да. Ну, и что с вами? А вы чайку не желаете? Чайку я не желаю. Путь-то длинный. Вера Анатольевна, поедем. А откуда вы знаете, как меня зовут? Так вы же паспорт начальнику поезда показывали. Да, точно показывали. Я, кстати, Алексей. Алексей. Ну, что же вы мне такой подарок на Новый год устроили? Что мне теперь делать? Может, вы пообедаете? Мой обед остался в пакете, который вы выбросили. Так я вас приглашаю. К сожалению, не могу принять ваше приглашение. Почему? Потому что не хочу быть вам ничем обязанным. Всего хорошего. КОНЕЦ 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 На всякий случай, если передумаете. КОНЕЦ 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 Как-то раз я решил пригласить Веру в консерваторию. Добрый вечер. У меня два билета на вечерний концерт. Пожалуйста. Спасибо. Ее билет я положил в конверт вместе с запиской и бросил Вере в почтовый ящик. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok К встрече с Верой я решил подготовиться основательно. Мне хотелось выглядеть на все сто. Все в этом мире потеряло для меня значение. Все, кроме Веры. В тот день я попал в страшную пробку. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Понял. Спасибо вам за ужин. Было очень вкусно. Может быть, еще что-нибудь? А можно телеграмму отправить? А то у меня дома волнуется, а я здесь, неизвестно где. Вы напишите, а я сбегу и отправлю. Ну что вы, я и сама могу. Нет уж, давайте лучше я. А то вы опять не на тот поезд сядете. А у вас есть ручка и бумага? А, сейчас. Сейчас, секунду. Пожалуйста. И ручка. Спасибо. А вы садитесь. Садитесь, пожалуйста. Ой, какой у вас медведь-то страшный. А, да это вы не бойся. Это я у Чукчи купил. Алло, вера. Здравствуйте. Это говорит ваш, ваш тайный поклонник. Я должен перед вами извиниться. Я не смог прийти. Я умоляю вас. Давайте попробуем еще раз. Алло. Алло. Алло, вас не слышно. Алло. Алло. КОНЕЦ 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 Дядя Лёш, вам не больно? Да нет, нет, нормально, нормально. Ты не замерзла? Нет. Ух ты! Что это? Мерседес? Ваш пятисотый. Мерседес? 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 Мерседес. Мерседес? Мерседес. Отец, скажи, где телеграф у вас? Вот что у вас поднимается! Вреново взяли. Пожалуйста. Девушка, а мне телеграмму в Москву. А можно ручку у вас попросить? Спасибо. Без сдачи. Девушка, я не виновата. Они сказали, что у них есть деньги. Правда? Без паспорта билет не дает. Сколько денег хочешь? Да не надо денег. А чем платить-то? Музыкой плати. Музыка. Решите вас пригласить. КОНЕЦ 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 Любви, 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 дам вам счастья и здоровья вам! Счастливой дороги! Счастлива, спасибо, что все у вас было хорошо! Любви вам! Алеша, я должна перед вами извиниться, мне очень неловко. Почему? Я пожаловалась на вас начальнику поезда. Да, ну что вы, Вера Анатольевна, я про это и думать забыл. А он сказал мне, что накажет вас по всей строгости. Да нет, это все пустяки. Мне ничего не сделают. У вас-то не будет проблем из-за того, что вы не подоспеете к Новому году. Ну, единственное неприятное, что бабуля останется отдан на Новый год. Муж, дети. Я не замужем. Любимый человек? Меня никто не ждет. Я, видите ли, не очень-то современна. Вы же совсем молодая. Вы можете легко изменить свою жизнь. Стоит только захотеть. Ну, я, наверное, хочу того, чего на свете не бывает. Чего? Откровенно? Да. А вы не будете смеяться? Не. Не буду. Я хочу... Я придумала... Это все очень прозаично. Я придумала себе образ идеального человека, который будет любить меня всю свою жизнь. Но такого не бывает. Бывает. Перед вами... Наглядный тому пример. Вы? Я. Мне выпало не счастье полюбить. А может быть, счастье, как хотите. В общем, я полюбил одну женщину. Она об этом даже не догадывалась. Но я знаю, что на всю жизнь. Ну, и где же она, и что с ней? К сожалению, я вынужден был уехать из Москвы. Семь лет назад. И мы больше не встречались. Но почему? Знаете, она... Она для меня практически недосягаема. Она что, инопланетянка? Для меня, да. Ну, вас и угораздило. Хотя, знаете, есть такая теория, что рядом с нами существует невидимый и доступный мир. Но этот мир, он... Он совсем близко. А вы пробовали просто сказать ей о том, что вы ее любите. Но я не могу. Я очень устал и хочу спать. Вы не могли бы разбудить меня завтра? Да, конечно. Еще один вопрос. Мне все время кажется, что... Ваше лицо мне очень знакомо. Мы не могли с вами где-нибудь встречаться раньше. Знаете, у меня... Такое ощущение, что... Наша встреча не случайна. И что вы сели именно на тот поезд. Ой... Я бы думала то же самое. Окажись мы завтра в Москве. Спасибо вам. Спокойной ночи. Спокойной... Ночи. На этом разъезде наш поезд делал техническую остановку. И тут я увидел московский состав. Решение пришло само собой. Вера Анатольевна. Вера Анатольевна. Вера Анатольевна. Я сплю. Вера Анатольевна. Если вы... Если вы завтра проснетесь в Москве, тогда поверите? Во что? Что наша встреча не случайна. Я устала верить в чудеса, Леша. Ну, все-таки, Вера Анатольевна. Вы прекрасно понимаете, что это невозможно. Ну, ладно. Спокойной ночи, Вера Анатольевна. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Что случилось? Скажите, вы любили когда-нибудь? Чего? Ну, я говорю, вы любили когда-нибудь. Так, чтобы на всю жизнь. Ну. Тогда вы поймете меня. Это вопрос жизни и смерти. Я отдам все, что хотите. Только помогите мне. А что ты хочешь, дружище? Я прошу вас, прицепите мой вагон к московскому составу. Это проблематично. Ну, пожалуйста, прошу вас, это очень надо. Это крайне важно для моей жизни. Прошу вас. Я думаю, вопрос у вас сейчас решили. Я быстро. Прошу вас. Продолжение следует... 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 Вера Анатольевна! С Новым годом вас! Да, конечно. С Новым годом! Спасибо! У меня не хватило мужества признаться. Кем бы я предстал перед ней? Человек, любивший ее всю жизнь. Бомжом, живущим в угнанном вагоне. Мелким жуликом без паспорта. И почему она должна была мне поверить? Мне оставалось только глядеть ей вслед. Прощаясь. Теперь уже точно навсегда. Мороженое, берем мороженое. Новогоднее мороженое. Подходим, подходим. Граждане, берем мороженое. Новогоднее сюрприза мороженое. Извините, пожалуйста. Это правда Москва? Нет, Нью-Йорк. Мороженое. Берем мороженое. Берем мороженое. Граждане, подходим, берем сюрпризом. Новогоднее мороженое. Подходим, подходим. Берем мороженое. Алло. Бабушка, привет. Это я, да. Верочка, ты где? А? Я чудом оказалась в Москве. Ну, я уже начала волноваться. Потом расскажу. Я познакомилась с потрясающим человеком. Какого человека? Еду. Целуй пока. Вера. Вера. Ой. Вера. Ой. Вера. Ой. КОНЕЦ Верочка, Верочка, я смотрю, у тебя совсем не новогоднее настроение. Прости меня, бабушка. Ну ты что, все о своем волшебнике думаешь? Понимаешь, просто очень нехорошо получилось. Давай. Давай. Я даже спасибо ему не сказала. Ну? А ведь можно было пригласить к нам на Новый год. Ну что ты волнуешься? У проводника всегда собутыльники найдутся. Бабушка, ну как ты можешь так говорить? Ну ты же совершенно его не знаешь. Ой, Верочка, сколько тебе лет. А ты все такая же романтическая дурочка. Даже в чудеса начала верить. А если это правда? Было чудо. Слушай, а вдруг никакого проводника волшебника не было? А тебе все это приснилось? Приснилось? Да. Во сне. Как во сне? Ну я тогда совсем ничего не понимаю. Ну я тогда совсем ничего не понимаю. В своем родном городе я чувствовал себя, как турист. Я не мог избавиться от ощущения, что попал в какую-то другую страну, где все почему-то говорят на русском языке. Но, несмотря на родной язык, я был в этом городе совершенно чужим. Ну ладно, не будем грустить. Давай-ка лучше встречать Новый год. Давай. С Новым годом! С Новым годом! Вам телеграмма. Вот. Спасибо. Всего хорошего. Взаимно. Вот. Бабушка, села не на тот поезд. Приеду через день. Не волнуйся, Вера. Я ничего не понимаю. А что это значит? Это значит, что чудеса все-таки бывают. А что это значит, что чудеса все-таки, 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 чудеса все- Лежать, боец там! Пикни, чтобы не на месте. Понял? Стоять. О! С Новым Годом, гармошка! Нет, все было правильно при расставании с Верой. От судьбы не убежишь. Так наступил конец моему путешествию. Отдыхай. С Новым Годом! А закурить лучше дай. Да нету. С Новым Годом! С Новым Годом! С Новым Годом! Так вы говорите, этот проводник довез вас до Москвы? Совершенно верно. В прицепном вагоне? Да. Я очень хотела его поблагодарить. Не за что его благодарить, гражданочка. Как не за что? А потому что никакой он не проводник. А кто же он? Жулик! Вот он кто! Мы его семь лет поймать не могли. Он номера приписные на вагонах менял и катал по всей стране. За государственный счет. Статьи вас также в Москву доставил. А вы говорите, чудо! Не бывает чудес, милые. Спасибо, скажите, что живо остались. Приехали, Алексей. Алеша, передай отцу, что мы рискуем опоздать. Алеша! Вера! Как вы меня нашли? Зачем вы сказали мне неправду? Ведь это же вы водили ко мне Настю в музыкальную школу. Да? Какое это теперь имеет значение? Гражданочка, идите отсюда. Здесь посторонним нельзя. Давай. Куда вы его увозите? В суд. Кое-куда? В суд. О, Боже мой. Это большое имеет значение. Очень большое. Мы с вами обязательно встретимся. Вера Анатольевна! Настенька, дорогая. Как я рада. Настя, чудесная моя, мне очень нужно поговорить с твоим отцом. Прежде чем приступить к рассмотрению этого дела, хотела бы обратиться к подсудимому. Подсудимый, признаете ли вы себя виновным? Признаю. Не волнуйтесь, Верочка. Вы сделали из моей Насти настоящую звезду. И я ваш должник. А прокурор? Мой друг. Алло. Виктор Иванович, здрасте. Я к вам по делу. Валерий Семенович? Ну, какие срочные дела в Новый год? Принимая во внимание все обстоятельства данного дела, суд приговорил признать гражданина Смирнова Алексея Николаевича виновным в совершении преступления по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему меру наказания лишения свободы сроком на три года. Сделаю все возможное. Алло. Да, слушай, Виктор Иванович. Но это невозможно. Я уже приговор огласила. Ну, поняла. Да. Меру наказания считать условной. И чё? Куда мне теперь? Идите на все четыре стороны. Значит, всё-таки нашёлся тот человек, которого вы полюбили, Вера Анатольевна? Нашёлся. Любопытно было бы на него взглянуть, на этого мага и чародея. Вы позволите? Да. Смотрите. Лёша! Вера! Я поздравляю вас. Меня почему-то отпустили. Я ничего не понимаю. Как это возможно? Потому что мир не без добрых людей. Так это что, сделали вы? Нет. Но чудеса только начинаются. С Новым годом, Валерий Семёнович! С Новым годом! Желаю вам счастья, Вера. Вера. Да, Лёша. Вы спасли мне жизнь. Я хочу, чтобы вы мне всё рассказали. Всё правду. С самого-самого начала. Очень долго рассказывать. А разве мы куда-нибудь торопимся? Салют! Ура! Ура! С Новым годом! Я снова был рядом с Верой. И забегая вперед скажу, что мы встретили вместе с ней, ее бабушкой, Новый год. Я даже играл на аккордеоне под елкой. Правда, это был старый Новый год, но для моей старой долгой любви это было как-то даже более подходяще.